Нина Зиновьева заботится о своём здоровье, регулярно наблюдается у врачей, ежегодно делает прививки от гриппа. В дни ежегодной вакцинации пенсионерка снова пришла в прививочный кабинет. Болеть не хочется, а если уже заболеть, то так, лёгенько. В городском округе продолжается сезонная вакцинация населения. В Щёлковскую областную больницу поступило свыше 16 тысяч доз вакцины. Важные условия для проведения вакцинации – медицинский осмотр. Его можно пройти у участкового терапевта. Не обязательно у своего, а у любого свободного специалиста. Сделать это можно, например, в поликлинике. Вакцинация показана людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям, социальным работникам, педагогам. Обязательно человек должен обратиться к терапевту, осмотр, измерение температуры. При аутоиммунных заболеваниях вакцина противопоказано. Хочу быть здоровой и знаю, что это нужно. А что ещё нас охранит от всего этого? Переболел летом коронавирусом. Прошло два месяца. И с супругой она тоже болела. Мы вместе болели. И вот решили сделать хотя бы от гриппа. Для формирования иммунитета в предстоящем эпидсезоне щёлковские врачи используют три вида вакцины в зависимости от возраста. Есть три вида вакцины. Гриппол, Савигрип и Флюем. Савигрип делают людям старше 65 лет, а Гриппол и Флюем молодым людям до 65 лет. На данный момент около 2000 человек уже привито. На вакцинацию сейчас идёт большой поток людей любых возрастов. Мы готовы принимать вас на вакцинацию ежедневно с 8 до 8, включая субботы. Сто процентной гарантией, что человек не заболеет гриппом, прививка не даёт. Но есть в ней неоспоримое преимущество. Когда делают прививку, то инфекция, если вдруг человек заразится гриппом, то протекает инфекция значительно легче. Вакцинация длится 2-3 месяца и завершается незадолго до подъёма заболеваемости респираторными инфекциями. За это время медики должны создать коллективный иммунитет. Михаил Налётов, Александр Оржевский. Щёлковское телевидение.